2 апреля 1993 года был оккупирован Кельбаджарский район, в результате чего 53 340 человек покинули свои дома. 55 военнослужащих и 511 мирных жителей были убиты, 321 взят в плен, 1000 получили ранения. В тот период батальон самообороны охранял Кельбаджарский тоннель, который имел стратегическое значение, так как в случае необходимости мирные жители по этому тоннелю могли бы бежать из района. Однако ведущие державы, члены Совета безопасности ООН, так и не признали акт агрессии со стороны Армении, представив военные действия как противостояние между местными армянскими формированиями и азербайджанской армией. У нас на прямой связи Рауф Раджабов, политический обозреватель. Рауф Мялим, здравствуйте. Добрый день. Рауф Мялим, возвращаясь в 1993 год, когда был оккупирован Кельбаджар, Вот как вы считаете, если бы тогда Совет безопасности ООН признал бы акт агрессии со стороны Армении, то Карабахский конфликт не затянулся бы, наверное, на столько лет и был бы решен значительно раньше. Почему вы все-таки это преступление посчитали внутренним делом Азербайджана? Вы правы, Таня Ханан. К большому сожалению, призалетность этой безопасности ООН номер 822, которая была принята 30 апреля 1993 года, как бы осуждала, скажем так, косвенно оккупацию Кельбаджарского района Азербайджанской республики. Но, тем не менее, она утверждала о каких-то внутренних армянах и тому подобное. К сожалению, на тот геополитический момент и, как и сегодня, шла, скажем так, велотекущая борьба между различными геополитическими игроками. И если взять наших внутренних родов в лице Нардофронта и Мусава, они управляли на тот момент Азербайджанской республикой, но были внешние игроки, которые стремились взять контроль над Азербайджаном. То есть, произошедшее это было своего рода результатом и внутренней измены, и внешнего заговора. Но, очевидно, что если бы не было внутреннего заговора, внутренней борьбы, как по линии между Народным фронтом и Мусаватом, так и Мусаватым, Народным фронтом и Суратом Гусейдовым. И был внешний заговор, когда 7-я российская армия напрямую участвовала в тех самых событиях, которые привели к оккупации Кельбаджарского района. То есть, в данном случае у Армении не было сильных военно-воздушных сил, но именно военно-воздушные силы участвовали в этой самой операции. Поэтому, к большому сожалению, эта резолюция, как и другие три резолюции, они так и не привели к освобождению. И именно это стало результатом освобождения, результатом действий и гениальнейшего плана, который возглавил наш президент, наш лихомый главнокомандующий, господин Лихомари. И очень символично и примечательно, что освобождение Кельбаджара не стало в результате каких-то понесенных потенек азербайджанской армии. Это очень важно. Почему? Потому что, если взять рельеф местности Кельбаджара, он горд. К примеру, самые высокие вершины, почитаемые горами Камыждары, это 3724 метра над уровнем моря. И Деледак, 3616 метров. Для меня это знакомые места, поэтому я эти знаю. И взять, освободить эту территорию без одного выстрела, без одного погибшего, азербайджанство воина, это стало результатом гения нашего полководца, нашего военачальника, нашего верхового главнокомандующего. То есть в данном случае мы должны понимать, что военная это искусство. И вот именно проявленное военное искусство нашим главнокомандующим и нашей армии приведет к освобождению. И это было не просто освобождение. Ведь мы освободили, кстати говоря, огромное количество природных ресурсов, которые работали на Армению, кстати говоря. А это очень примечательно, что именно одеро Севан, оно питалось за счет рек, водных ресурсов карабаджарского района. Карабаджар это золото. Карабаджар это 30 тысяч родниковых источников. Карабаджар это 1 миллион тонн ртутные рудники. Это не просто горы, это не просто отдельно взятый стратегический район. Хотя кто владел Карабаджаром, тот управлял ситуацией на и как в Карабахе. И в направлении машины Женделана, Кубанлы. То есть важное военно-стратегическое значение имел этот район? Да, да, да. То есть это было важное вопрос, не просто освобождение Карабаджара. Мы его освободили, и мы сегодня контролируем практически все близлежащие районы. Это позволяет Азербайджану на самом деле контролировать на долгосрочную перспективу, если тот или иной руководитель Армении снова-таки решится на тот или иной реванш. Хотя это исключено. Но тем не менее, тем не менее, мы обезопасили себя на долгосрочную перспективу. Это позволяет Азербайджану контролировать на самом деле огромные территории не только в Азербайджане, но и в Армении, и в Грузии. То есть практически наш Верховный командующий обеспечен долгосрочную безопасность Азербайджанской республики. И помимо этого, обеспечено заполняемый бюджет, потому что золотые рудники, если взять золотые рудники, месторождение Шорбула и Ахьята, это ртуть промышленного значения. То есть в данном случае золотые рудники, это на самом деле важно на фоне того, что золото это, скажем так, металл, который дорожает. И это важен металл для обеспечения также золотого валюта, без зерва азербайджанских использований. То есть со всех точек зрения Азербайджанская армия во главе с нашим Михайловым командующим решали и решают важные задачи. В отличие от тех, которые своим бездействием, своей борьбой за обладь, я имею в виду народных слов, которые потеряли любое моральное право сегодня вообще участвовать в той или иной форме в политической жизни страны. Потому что они, именно они, правда, были внешние вмешательства и так далее, но без внутренних врагов ни один внешний враг не сумел бы нанести столько колоссальных ущерб Азербайджану. И именно поэтому эти обанкротившиеся политики, конечно, было бы достоинность их страны, хотя ждать и достоинственно трудно, они бы ушли бы в отставку. Но извинились бы перед азербайджанским народом, извинились бы перед теми семьями погибшими, которые боролись, вролись. Но, кстати говоря, руководство Министерства обороны и Верховное командование в лице покойного Абрифаза Алиева не создали ни одного укрепрайона. Не было создано ни одних, то есть не было создано те условия, которые могли бы привести к обороне, к защите. Хотя они должны были защитить. Это возможно было сделано, но ничего не было сделано. То есть практически полное деградирование всех ветвей власти на тот момент, на 2 апреля 1993 года. И вот на этом фоне решать было очень трудно нашему пределу, нашему верхову командованию. Это историческая победа, потому что решать тот глубокий вопрос с так называемым захмоклым мечом, который вечно на тот момент в лице нереализованных резолюций безопасности, оккупированных территорий, 20% оккупированных территорий, и киргаджа, которые не просто было освобождать, ведь наши войска освободили, представить себе, освободили Лачинский район, Кубадлы, Занглана, и вышли на Ханкянды. И это было сделать без контроля Киргаджара. Это просто, на самом деле, достойно не просто уважения, это наша операция войдет в историю военного искусства. И освободение уже Киргаджара без одного выстрела, без одной потери. Ни в живой силе, ни в боевой силе. И поэтому мы должны гордиться, что у нас такой президент, такой верховый командующий, как Киргаджа Мали, и гордиться тем, что мы имеем профессиональные вооруженные силы Азербайджара, могущие дать любой ответ любому вам. Спасибо большое. Это действительно великая победа и со стратегической, и политической, и экономической точек зрения. На прямую связь со студией выходил Раф Раджабов, политический обозреватель.